Ответ молодежи. Депутаты поддержали инициативу губернатора о новой поддержке школьников и студентов. Путешествовать по области станет дешевле. Обещали, сделали. В регион пришли первые большие федеральные транши в аграрный сектор. Теперь с деньгами молочники и животноводы. Отличники страны на федеральном уровне отметили усилия региона по газификации домов, учли и количество семей с ресурсом, и меры поддержки льготников. Разберитесь со школами. Памятка родителям от департамента образования. Как правильно выбрать учебное заведение для ребенка-первоклассника. Было ваше, стало наше. Завод из АТС потерял прежнего собственника. Предприятию аукнулись нарушения при приватизации 30-летней давности. Лучший канал сбыта. На электронных площадках теперь продают десятки тысяч жителей региона. Заработки хорошие, но и риски приличные. О главных в рубрике «Совет» объясняет юрист Ольга Лебедева. Арбитражный суд Ивановской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об истребовании в пользу Российской Федерации государственного имущества, акции Ивановского завода тяжелого станкостроения. Надзорный орган считал, что приватизация предприятий еще в 1992 году прошла незаконно. Не было необходимым в таких случаях решение правительства Российской Федерации. Указанные действия по распоряжению государственным предприятием совершены с превышением полномочий. В результате государственного имущества незаконно выбыло изгладение Российской Федерации. Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил все исковые требования в полном объеме. Решение обречено к немедленному исполнению. 1 апреля в регионе начинается прием заявлений для зачисления детей в первый класс. Подать заявление можно через госуслуги, лично в образовательной организации, а также заказным письмом. Отметим, что на территории Ивановской области работают не только государственные образовательные учреждения. Есть и много негосударственных. Они должны иметь лицензию и госаккредитацию. Если вы выбрали какую-то частную школу, будьте бдительны. Региональный департамент образования и науки рекомендует родителям убедиться в наличии организации в реестре лицензий на осуществление образовательной деятельности и перечне реализуемых ею программ. Для этого в поисковике достаточно ввести ИНН организации. Он доступен на сайте налогового органа. Также необходимо убедиться в наличии школы в реестре аккредитованных организаций, по тому же ИНН. А еще не лишним будет выяснить, можно ли использовать материнский капитал или получить налоговые вычеты на образование своих детей. Для школьников и студентов региона 50-процентная скидка при оплате проезда на пригородном железнодорожном транспорте на территории Ивановской области превращается в круглогодичную. Это ответ главы региона на просьбу студентов. Депутаты областной думы поддержали инициативу главы региона и одобрили изменения в закон об образовании в Ивановской области. Скидка начинает действовать с 1 апреля. Важно, что эта мера социальной поддержки предоставляется независимо от места проживания студентов и школьников и местонахождения их образовательной организации, а также от прохождения маршрута поездки по территориям других субъектов Российской Федерации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ивановская область в числе лучших регионов по социальной газификации. Всероссийский рейтинг учел количество выполненных подключений, меры социальной поддержки льготникам, а также объем преференций для газораспределительных организаций и качество обратной связи с жителями региона. Сама программа подразумевает бесплатный подвод газа до границ жилого участка без привлечения средств граждан. В Ивановской области уже проведены газораспределительные сети до границ почти 7 тысяч участков. Пользуются газом более 5125 собственников. Льготники могут получить государственные субсидии на проведение газа внутри границ земельного участка и покупку оборудования. Сумма субсидии составляет до 100 тысяч рублей на одно домовладение. Льготы уже воспользовались 159 потребителей. В ближайшее время программы социальной доказификации распространятся и на садоводческие товарищества. Ко дню рождения нашего земляка Андрея Тарковского на экраны страны выходит фильм о съемках его картины «Андрей Рублев». Его снял наследник знаменитой фамилии Андрей Тарковский-младший. Он пошел по стопам отца, снимает фильмы, правда, документальные и в основном о творчестве родителя. Историческая философская кинодрама Андрей Рублев, снятая в 1966 году на киностудии Мосфильм, неоднократно подвергалась критике и цензуре за мрачность и натурализм, но в итоге вошла в сокровищницу мирового кинематографа. Вот уже более полувека эта картина в списке 100 лучших фильмов мира. Все слышали, многие видели Андрея Рублева, но мало кто знает историю создания киноленты и сложный путь, выпавший на долю его создателей. В фильме о фильме использованы хроника и фотографии из архива Музея кино, материалы из личного архива Андрея Тарковского, а также уникальные фрагменты из режиссерской версии Андрея Рублева, которые зрители увидят на большом экране впервые. Воспоминания о фильме Андрея Тарковского-младшего покажут во многих городах. Иванова пока нет в списке. Зато у нас ежегодно в начале апреля проходят Дни Тарковского. В год семьи в Ивановской области введены новые меры поддержки многодетных семей. Новый региональный пакет начнет действовать с 1 апреля. Уровень дохода больше не учитывается. Указом губернатора родители освобождаются от платы за детский сад и от уплаты транспортного налога на один автомобиль мощностью до 250 лошадиных сил. Установлено также первое очередное право на прием в детские сады. Бесплатное посещение государственных музеев. Размер компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг будет увеличен. В расчет выплаты войдут затраты семей на оплату за содержание жилого помещения и капитальный ремонт. Предусмотрено также бесплатное обеспечение рецепторными лекарствами детей до 6 лет. А также бесплатный проезд для детей по муниципальным и межмуниципальным маршрутам. Бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря. В этом году в Иванове по региональной программе отремонтируют 11 детских садов. Все объекты рекомендовали члены общественной палаты по итогам совместных с родительской общественностью обследований учреждений. За два предыдущих года уже сделали 13 дошкольных учреждений в областном центре. Кроме того, уже анонсирована подобная общероссийская программа. А значит, участие в федеральном проекте позволит нарастить темп и в Ивановской области. В этом году в регионе отремонтируют 76 дошкольных учреждений. В первую очередь приводят в порядок ключевые конструктивные элементы, от состояния которых зависит безопасность и комфорт малышей. Кровлю, электрику, окна, инженерные коммуникации. Важно обновить и для сохранности здания, и его безопасной эксплуатации. В Ивановской области расширит число колледжей участников федерального проекта «Профессионалитет». Всю неделю проходил региональный этап, а соревнования открыли глава региона Станислав Искресенский и министр просвещения России Сергей Кравцов. Федеральный проект «Профессионалитет» будет расширен. Идея дает студентам возможность получить практические навыки в ходе обучения и способствовать дальнейшему трудоустройству. Сейчас участвуют 10 колледжей Ивановской области. По новым образовательным программам в настоящий момент учатся более 460 ребят. Распространить проект планируют и на другие учебные заведения региона. В приторговле на маркетплейсах существует целый перечень базовых рисков. Прежде всего, продавцы, продавая свои товары на маркетплейсах, они не сталкиваются с тем, что маркетплейсы работают по офертам. Оферты – это публичный договор, к которому вы присоединяетесь, и маркетплейсы вносят туда изменения в одностороннем порядке. Зачастую они просто размещают новую редакцию оферты на сайте маркетплейса. И, соответственно, продавец должен сам знакомиться с изменениями, это его прямые риски. Поэтому рекомендация номер один – внимательно отслеживать все изменения оферты. Конечно, предпринимателю очень тяжело сравнить две редакции в 30 страниц чисто юридического текста, но можете подписаться на специализированные каналы, где специалисты делают такие разборы. В том числе наш телеграм-канал юрист Ольга Лебедева делает разбор оферты Wildberries после каждых изменений, дает свои рекомендации. А следующий базовый риск – это получение необоснованных штрафов, удержаний и иных санкций со стороны маркетплейса. У нас в практике были очень ситуации, можно сказать, комичные, если бы не было так грустно, когда просто, например, продавцы путали сантиметры с миллиметрами в акте и в документах на приемку товара, когда формировали поставку на маркетплейс, им приходила платная приемка и платное хранение в 4-5 миллионов рублей. Соответственно, маркетплейсы очень плохо странируют эти штрафы в досудебном порядке. И что вам здесь очень важно делать – это писать замечания на отчет вовремя. То есть в еженедельных финансовых отчетах все эти штрафы, удержания, они отражаются. На Wildberries вы должны написать такие замечания в течение 7 календарных дней, на зоне в течение 5 календарных дней. Просто замечания надо написать через поддержку в свободной форме. Если вы это не сделаете, то, к сожалению, нам суды отказывают впоследствии в защите нарушенного права, даже если это вот такой непонятный штраф комичный, платная приемка, платное хранение, которых по факту не было. И мы здесь уже должны восстанавливать сроки, то есть пользоваться всеми возможными юридическими возможностями и процедурами. То есть это дело оспорить достаточно сложно в последующем. Поэтому первая, вторая рекомендация для продавцов маркетплейсов – это обязательно пишите замечания на отчеты, не пропускайте их, делайте это вовремя, чтобы потом сторнировать все штрафы. Дальше еще один риск связан с передачей товаров на маркетплейсы. Поскольку у маркетплейсов свой порядок приемки отчета товаров, зачастую они не выдают первичные документы, которые соответствуют российскому законодательству. Я как раз 12 марта участвовала в комиссии Минпромторга по взаимодействию с электронными площадками. И вроде как с 1 апреля маркетплейсы обязали выдавать первичные документы при приемке товаров на склад. Соответственно, пока вы не получаете такие первичные документы, мы рекомендуем либо делать акты по количеству товарных мест, «Астазон» нам их подписывал одно время и подписывает. С «Вайбрисом» это сложнее. И, соответственно, когда вы передаете товар, делать фото-видеосъемку. Если вы пользуетесь услугами транспортных компаний, услугами фулфилмента, то здесь надлежащим образом оформляйте первичные документы с ними, транспортные, накладные и прочие документы. Поэтому если маркетплейс потеряет ваш товар на этой стадии, нам очень сложно обычно доказать, что товар реально был передан. Хотя здесь тоже есть определенная судебная практика, есть выходы, но тем не менее надо к этому вопросу подойти достаточно обстоятельно. Следующий риск. Совершайте правильный порядок действий при получении штрафов. Опять же, я уже говорила, что нужно вовремя писать замечания на отчеты. При получении штрафов они у нас также отражаются во всех отчетах финансовых, в еженедельных финансовых отчетах. И на них надо вовремя писать замечания. Напомню, это 7 календарных дней для «Вайбрис» и 5 календарных дней для «Азон». И, соответственно, потом не забывайте подавать досудебные претензии. Дело в том, что у нас многие продавцы боятся и писать замечания, и подавать досудебные претензии, потому что боятся санкции со стороны маркетплейсов, манипуляций рейтингами и блокировок. Но сейчас у нас, конечно, никого не блокируют из клиентов, поскольку в прошлом году как раз весной Минпромторг обязал маркетплейса внести исчерпывающий перечень оснований для блокировки в свои оферты. И сейчас как-то этот вопрос решился. Что касается манипуляции рейтингом, то мы считаем, что технически это очень проблематично сделать, потому что работает некая система, машина, которая управляет этим рейтингом, и вручную по каждому продавцу, который пишет претензии. Никто это делать не будет, не хватит просто ресурсов. Но, тем не менее, мы советуем все-таки писать замечания на отчеты вовремя и писать досудебные претензии, потому что при выполнении этих действий у вас сохраняются все процессуальные права, потом вернуть эти деньги через суд. И сделать это можно в течение трехлетнего срока. Срок саковой давности – три года. Мост через реку Талка, улица Сосновая. Чтобы пройти этот мост и остаться сухим, надо очень постараться. Есть водители, которые видят и уважают пешеходов, они или снижают скорость, или объезжают лужи по встречной полосе, пересекая сплошную линию разметки, чем нарушают правила дорожного движения. А есть водители, которым наплевать на пешеходах. В 50 метрах детский сад обрызгивают и взрослых, и детей. Меня сколько раз обрызгивали. Находил я того водителя на текстиль профи и ругался. В ГИБДД звонил, потратил свое время, нервы, плюс стирка всей одежды. Неужели нельзя сделать дополнительные сливные отверстия на проезжей части? Такие сливные отверстия есть на Соповском мосту. Их надо 10-12 штук. У меня пожилую мать положили в туб-диспансер. Придя к ней на посещение в корпус на 6-й этаж, я была просто шокирована. Дым от сигарет стоит столбом. Персонал ходит, не обращает внимания, что люди курят прямо в палатах. Позвонила в приемную главврача, на что мне ответили. Мы знаем проблему, но как с ней бороться? У нас не получается. Такой контингент ничего поделать не можем. Очень странно. Это лечебное заведение, тем более люди лежат с таким недугом. Даже в ресторанах запрещено курить, а это медицинское учреждение. Персонал ходит в этом дому, лежат пенсионеры, ходят женщины, мужчины с сигаретами. Никто никак не пресекает и позволяет курить в палатах. Комсомольск. Дом признали аварийным. Двум людям дали квартиры, мне нет. Отказывают. Говорят, квартир нет. Мне жить негде, с китайской углам. У меня задолженность, но оплатить ее я не могу, так как болею. А инвалидность не дают. В Комсомольске врачей нет. В квартире не живу уже 4 года. Там невозможно жить. Стены рухнули на первом этаже. Я даже зайти в квартиру не могу. Боюсь, что все провалится. От улицы Солнечной в Пустошборе до парка 5-го года через овраг усилиями бывшего депутата, ныне покойного Романовского, был установлен мостик. На этом мостике полметра льда. Перила тоже на уровне 50 сантиметров. То есть человек может голову разбить. Этот мост не стоит на балансе города. Мост существует с 1992 года, а администрация за это время не нашла способа принять его на баланс. С 5 апреля на третьем километре трассы Фурманов-Каминске-Федорково начнет работать пункт всегабаритного контроля. Первые три месяца инфраструктуру будут тестировать, и только с середины лета контрольно-надзорный орган будет получать официальные данные. Активный режим работы пункта означает и привлечение перевозчиков к ответственности при превышении допустимых весогабаритных параметров. Напомним, что дорогу Фурманов-Каминске-Федорково отремонтировали в 2022 году. На этом направлении теперь 30 километров нового асфальта, десятки остановок, новые знаки ограждения. Сдача объекта помогла перенаправить транзитный транспорт с трассы Р-132 «Золотое кольцо» в направлении магистрали Иваново-Кинишма. Традиционный рейтинг от экспертов информационного агентства новости по уровню зарплат в стране. В этот раз брали во внимание малые и средние населенные пункты в субъектах. Ивановская область в подвале реестры. Регион на 76-м месте со средней зарплатой жителей в 36 200 рублей. На эти деньги в месяц человек может приобрести меньше двух фиксированных наборов товаров и услуг. В лидерах Ямало-Ненецкий автономный округ со средней зарплатой в 128 тысяч рублей, а Московская область только на 16-й строчке. Все соседние с нами регионы также выше нас в этом списке. Например, казалось бы, небогатая Костромская область и то получила 62-е место. Жители этого субъекта в среднем получают 41 тысячу рублей и могут позволить себе ежемесячно два фиксированных набора. В последние дни марта в рамках 23-го межрегионального кинофестиваля конкурса «Дети и сказка» памяти Александра Роу в музейно-выставочном центре на Советской улице в Иванове пройдут бесплатные ретроспективные показы сказок прославленного режиссера. 30 марта можно посмотреть киносказку «Кощей бессмертный», 31 марта – «Василису прекрасную», причем совершенно бесплатно. Фильмы предоставлены киноконцерном Мосфильм. Перед просмотром зрители смогут ознакомиться с творческой биографией кинорежиссера из документальных роликов. В течение календарного года работающим родителям детей с инвалидностью предоставляется 48 дополнительных оплачиваемых выходных дней. Родители могут использовать эти дни в удобном для них формате – брать ежемесячно или накапливать. В прошлом году региональное отделение социального фонда оплатило семьям 7,5 тысяч таких выходных на сумму в 20 миллионов рублей. В течение месяца родителю ребенка предоставляется 4 таких дня. Их можно взять подряд или разнести по разным датам месяца. Неиспользуемые в текущем месяце дни можно накапливать, чтобы в дальнейшем взять их однократно, но не более 24 дней. Даты выходных дней сотрудник согласовывает с работодателем и подает соответствующее заявление в отдел кадров. Дистанционное мошенничество под видом предложения о заработке – это форма телефонного интернет-аферизма, а все чаще реализуется криминальными лицами. В полицейских сводках такие случаи обмана встречаются почти каждый день. И вот один из таких примеров. В социальной сети Telegram мне поступило сообщение от незнакомого человека с предложением подработать. Выглядело все как простая работа за небольшие деньги. Я согласился. После этого со мной связался рекрутер. Попросил выполнить тестовое задание. Нужно было переходить на страницы сайта различных компаний, делать скриншоты, где-то оставлять отзывы. После этого тестового задания мне перевели первую оплату в районе 150 рублей. Безусловно, эти 150 рублей, заработанные гражданином, были всего лишь наживкой. Такая небольшая выплата – это способ показать намеченной жертве, что реальный заработок вполне возможен. Все для того, чтобы обмануть его позже и уже по-крупному. Спросили, буду ли я на постоянной основе этим заниматься. После этого, когда я согласился, меня пригласили в группу, опять-таки в Telegram, в которой было где-то 350 человек числилось. 20 администраторов из них было. И там люди обсуждали вот эти все задания, выполняли их, постоянно присылали отчеты на них. После этого я начал делать эти задания. Мне платили за каждые примерно 100-150 рублей. Задания были все однотипные, с переходом на сайты, отзывы. Небольшие разовые выплаты быстро закончились. Теперь уже от самого работника организаторы интернет-заработка потребовали внесения его личных средств. Но постепенно таких заданий становилось все меньше, и начали появляться задания с внесением денежных средств самих работников на какой-то неизвестный депозит. При попытке спросить, что это такое, ни люди, ни администраторы толком ответить не могли. Говорили просто переводите деньги, там все здорово, вы очень много заработаете. Вообще это классное задание. Все внесенные вами деньги вскоре вернутся и с хорошей прибылью. В этом неизвестные аферисты пытались убедить героя нашего материала. Однако безуспешно. Вступивший в виртуальную игру парень изначально понимал, что имеет дело с сетевыми мошенниками. Я знал, что это мошенническая схема, поэтому не переводил деньги никому. То есть вы на протяжении всего времени, что это делали, вы знали, что это просто обман? Да. А, и просто вы знали, что они вам эти небольшие суммы вернут? Да, хороший способ заработать на мошенниках. То есть вы просто над ними так поиздеваться немножко хотели, да? Именно так. В ходе общения с мошенниками парень обратил внимание на то, что кто-то из участников группы подработчиков выражает намерение перевести деньги аферистам. Он решил помочь этому человеку советом и вскоре понял – это была провокация самих же мошенников. Потому что после того, как я ему сообщил об этом, сразу же был забанен в этой группе. То есть они его использовали для того, чтобы в этой группе какой-то актив создать? Именно так. Там большинство таких людей – это подставные лица. Хороший способ подзаработать на мошенниках, так говорит полицейским, обманувший аферистов молодой человек. Нагреть мошенников на небольшую сумму сумел не только он, но и его близкая родственница. Женщина также сделала вид, что участвует в проекте по интернет-заработку. Вы говорили, что вашей маме приходило такое же сообщение, то есть в таком же ключе. В вашем знакомом в последнее время приходят такие сообщения. А просто рассказывали, что вашей маме пришло и она… Ну вы ей рассказывали вообще про эту ситуацию? Про то, что вам так мошенники писали и вы… Рассказывал, предупреждал. Так, и в итоге что? В итоге ей тоже получилось заработать на этом немножко. Сколько она смогла заработать? Рублей семьсот. Несмотря на финансовый успех героев нашего материала, полиция категорически не рекомендует вступать в подобные игры с виртуальными мошенниками. В большинстве случаев преступники добиваются своих целей. И желающие заработать в итоге теряют свои финансы. Аграрные предприятия региона получили средства на поддержку производства молока и племенной животноводства. Общая сумма – почти 180 миллионов. Из них молочникам досталось 120 миллионов рублей и 56 миллионов – племенным хозяйствам. Сейчас с деньгами 77 сельскохозяйственных предприятий. Государственная поддержка всегда способствует увеличению объемов производства. Например, у нас надое молока на одну корову за год выросли на 4% и сегодня составляет 589 килограмм. Кстати, это далеко не вся федеральная и областная помощь для аграрной отрасли. Квота для региона на уровне 770 миллионов рублей. Показатель выше уровня прошлого года. В селе Новые Горки Лежневского района на улице 8 марта разрушается дом. Жители едва не попали под глыбу кирпичей. Вопрос – как они еще в подъезд заходят? Разрушение может случиться повторно, в любую минуту. Помощь никто не оказывает, ремонт еще не предвидится. Только бы не было жертв. Живут маленькие дети. Обратились письменно в департамент ЖКХ. Их ответ убил. То нет вышки, то сейчас цемент не застынет. Нужно хотя бы обрушения убрать, которые снова могут упасть. Надо нам, жителям, каски покупать. В городе Иваново, местечко лесное, улица Озерная, между домами 55 и 57 стоит фонарь, который постоянно моргает и искрит. У домов гуляют дети, рядом и лес. Камера ломается постоянно, переключаясь из ночного режима в обычный. Оставляли уже больше 30 заявок, начали с ноября прошлого года. По сей день ничего, к сожалению, не меняется. Мастеров нет, никто не устраняет данную проблему. Год добиваюсь правды. У меня под опекой двое детей, 6 и 7 лет. Их папа в свое время убил их маму. Его посадили, но он потом от Вагнера пошел на спецоперацию. Его там убили. У меня есть справка, что он воевал и погиб. Мы не можем получить никакие льготы. Обращался в два военкомата. В Кинишине, в Иванове, в Минобороны, к президенту. Писал в ОПЧ. Они все скидывают на ступеньки вниз. И уже год ничего не двигается. Есть постановление о получении ветерана боевых действий. К нему есть предложение от 23 ноября 23 года, номер 1584, что все частные военные компании приравниваются к Минобороны. В областном инкомате мне ответили, что я предоставил мало документов. Но у меня есть только справка о том, что он воевал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok